Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! В сегодняшнем выпуске поговорим с вами об адаптогенах, о том, как мы можем помочь нашей рассаде приспособиться к постоянному местообитанию. Высадка рассады на постоянное место в меньшей степени является стрессовой, ну, для томатов, например, они очень живучие, а вот для перцев, баклажанов, огурцов, и это является иногда критическим этапом выращивания урожая. Очень обидно получить хорошую крепкую рассаду, я в теплицу не пошел, потому что жарища там вообще, надо догола раздеться. В первую субботу мая в мире отмечают какой-то странный праздник, это голое огородничество и садоводство. Ну, то есть надо по саду все работы ходить и делать голым, еще и про это рассказывать. Ну, я еще до этого не дошел, поэтому я, так сказать, в полуодетом виде буду все-таки делать свои выпуски. И, конечно, очень важно, чтобы растения как следует прижились, потому что иначе пойдут прахом все наши усилия на получение хорошей рассады. И солнечные ожоги, и перепады температуры, и изменение влажности, нерегулярное поступление влаги. И, конечно, вот эта вот холодная почва, холодные температуры, они являются угрозой для наших растений. Иногда даже просто, особенно для незакаленных, вот которые закаленные, там как бы все гораздо проще. А вот если поленились закалкой, вот там есть, конечно, большая угроза. И, конечно, очень хорошо после высадки рассады на постоянное место взять ее и чем-то побрызгать, обработать, пролить, для того, чтобы она лучше себя чувствовала. Вот, конечно, лучшими средствами являются специальные средства, которые предназначены для этих целей. Живым препаратом с большим количеством разнообразных метаболитов он и аминокислоты содержит. Меня спрашивают, а аминосила можно? Ну, можно. Аминокислоты действительно имеют хорошее значение. А мальтамина можно? Ну, конечно, можно. Мальтамин тысячу раз лучше, чем тот же аминорост, аминосил, потому что это естественное извлечение, не синтетическое извлечение, а естественное извлечение из растений, из проростков. Конечно, можно. Но тот же старт КМЕ, он содержит и аминокислоты, и нужные гормоны, и защитные всевозможные вещества микробного происхождения, которые будут защищать уязвимые растения от всяких напастей. Ну, это как бы понятно, это уже, так сказать, аксиома, что специально предназначенные препараты, такие как старт КМЕ, замечательно работают на вот этом этапе. Но если у вас нету их под рукой, ну что тогда можно использовать? Значит, конечно, можно использовать такие препараты, которые улучшают рост корневой системы. Ну, то есть дают сильный старт корневой системе. Это и суперкорень препараты, это, ну, всевозможные, там я их называл и много раз, поэтому повторяться не буду. То есть усиливаем рост корневой системы. В значительной степени улучшает развитие корневой системы такой препарат, который называется этамон-био. Вот в период, когда растение ослаблено, и когда растение в стрессе, оно начинает плохо усваивать питательные вещества, происходят дисбалансы роста развития растения. А этамон-био – это органическая форма азота и фосфора. И органическое вещество, в котором есть и азот, и фосфор. И оно очень легко усваивается и корнями растения, и надземной частью. Поэтому вот по инструкции просто берете, растворяете этот этамон, и делаете или проливы, или опрыскивание, или дождевание, что подразумевает и то, и другое. Очень хорошие результаты по приживляемости растений на постоянном месте, антистрессовом таком, дает розовый раствор. Я ссылку на розовый раствор дам в описании к видео. Этот розовый раствор в своем составе содержит томатную пасту, дрожжи, и он действительно очень хорошо работает, просто прекрасно работает на укрепление наших растений. Замечательные результаты также дает метиленовый синий. Я о нем расскажу в отдельном выпуске. Вот как разводить метиленовый синий, нам он пригодится, и не раз. Вы пока можете поискать метиленовый синий, или в аптеке, может быть, он продается, или в ветеринарных, ну, зоомагазинах. Он для аквариумистики часто используется. Поэтому можете заранее запастись. Он недорогой, очень доступный, но метиленовый синий очень хорошо работает. Ну, и, конечно, нельзя не отметить такой препарат, как циркон. Он, хоть и не является, как таковым, адаптогеном, но он неплохо защищает наши растения в период стрессовом, в периоде стрессовом, от так называемых окислительных стрессов. Ну, у него очень узкий спектр действия работы, но он, при всем том, все же остается актуальным в этот период. И, конечно, нельзя не сказать о таком препарате, который называется Эпин. Эпин, конечно, это штука очень хорошая, мною уважаемая и используемая. Но использовать его надо в другой период. Вот не в тот день, когда вы высадили рассаду на постоянное место, или когда она у вас проявила признаки плохого роста и плохого приживления. Чтобы вы понимали, что такое Эпин, вот у Эпина есть такая функция продления действия гормона роста, ауксина в растении. Вот представьте себе гусь рождественский, да, у него аппетита нет, но его надо как следует накормить. Он здоровый, все хорошо, но ему нужно дать избыточное питание, что печень его, так сказать, ожирела, чтобы он набрал массу, был жирный, и потом, так сказать, использовать по назначению. Ему буквально воронку в горло всовывают, насыпают туда в желудок прям зерно, чтобы он ел против своей силы, против своей воли. Вот Эпин – это как раз такой препарат, вот эта воронка, да, которая позволяет растению усваивать питание больше, чем оно хочет. И вот представьте себе, что эту процедуру делают не над здоровым гусем, а над больным, который находится в состоянии стресса, у которого все силы должны быть направлены не на ожирение, ну, то есть на огромный урожай, если проводить аналогии с растениями, а все силы должны быть направлены на восстановление организма. А вы ему тут воронку и зерно, ну, так оно вообще сдохнет. Поэтому с Эпином, пожалуйста, будьте очень осторожны. Вот когда растения проявляют очевидные признаки начала роста, вот они прижились, все хорошо, вот тогда Эпином уже можно обрабатывать. А вот в момент, вот этот стрессовый момент пересадки Эпинчиком лучше не увлекаться. Что ж, как видите, в арсенале есть немало средств, прополис в том числе, я о нем отдельно расскажу в очень скором времени, вот буквально. Поэтому оставайтесь с Ивановой наукой, у нас много ресурсов для того, чтобы ухаживать за растениями и в условиях доступности, и в условиях недоступности биологических средств, специально предназначенных для определенных ситуаций. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.